Под Звенигородской русские превратили изгиб линии фронта в котел, нанеся нам в тыл два сходящихся удара. Близились ставшие для нас роковыми попытки прорвать кольцо окружения. В котле оказались шесть с половиной наших дивизий. И вот верховное главнокомандование вермахта задумало ценой огромных потерь попытаться вытащить из котла эти дивизии. В штабах вовсю ковали планы деблокирования под кодовым названием «Фрайхайт». Во внутреннем кольце оставались всего лишь три занятые нами деревни. Хаты были переполнены. Требовалось срочно кое-как разместить около четырех тысяч раненых. Большинству из них все равно было уже ничем не помочь. Вывезти их самолетом не представлялось возможности. Аэродром с грунтовым покрытием в Корсоне тоже раскис. И вот уже несколько недель там не приземлялись и не поднимались в воздух самолеты. Прямо в садах и у домов скопилось множество техники. Орудий, танков, повозок, грузовиков и тому подобных. Все это приходилось оставлять, а предварительно приводить в негодность, чтобы враг не смог воспользоваться нашим вооружением. Грузовики сжигались, у танков снимали гусеницы, у автомобилей простреливались шины. С собой прихватили лишь самое необходимое. Всего под командованием генерала Либа насчитывалось около 50 тысяч солдат, готовых идти на прорыв. Каждый солдат понимал, с каким риском связан прорыв и какой крови он нам обойдется. Но мы все-таки надеялись, что среди убитых не окажемся. Февраль 1944 года. Вблизи населенного пункта Шевченковский мы, 40 человек, ночевали в деревенской хате. Ночью снова загрохотала русская артиллерия, ураганный огонь. К счастью, место нашего временного постоя не пострадало. А утром, когда канонада немного утихла, я получил от Шписа приказ забрать кухню 12 батареи. И после обеда я на двух лошадях прибыл в ее расположение. Она находилась метрах в 200 от нас. У кухни меня накормили и еще дали с собой хлеба и консервов. Я знал, что вечером предстоит прорываться, и уже сейчас мне было не по себе. Повсюду чувствовалась нервозность. Раненых спешно укладывали на телеги, нетранспортабельных просто бросали. С ними оставались двое врачей, которые должны были передать их русским. Мне показалось, что эти люди были обречены на гибель. Да и вообще, что это значит? Ведь даже если тебя, тяжелораненого, немедленно отправить в госпиталь, шансы выжить так и так мизерные. И вот этих несчастных обрекли на медленную и мучительную смерть. Сегодня, разумеется, трудно представить себе нечто подобное. По левую сторону дороги я заметил два вполне исправных штурмовых орудия с подразделения СС. Это отчего-то прибавило мне уверенности. Может, все-таки удастся выскочить, мелькнула у меня тогда мысль. Все началось 16 февраля. День тот тянулся невыносимо. Мы понимали, что для многих он станет последним. Подготовка шла полным ходом. Наконец, стемнело. В 22 часа мы были готовы выступать. Предстояло с боем прорваться через линию обороны русских. Перед этим нам было приказано вести себя тихо. Ни в коем случае не курить и вообще как можно дольше оставаться незамеченными. Но русские не дураки. Они отлично понимали, в чем дело. Мы ведь не один день проторчали в кольце окружения. За нами наблюдали, нас не раз атаковали. И потом. Как это 50 тысяч человек, пусть даже с легким вооружением, можно незаметно протащить через оборонительные позиции неприятеля? В любом случае, колонны тронулись. И для меня и для моей запряженной лошадьми повозки началась смертельная игра. Над нами то и дело свистели снаряды, разрывавшиеся где-то в хвосте колонны и уносившие жизни солдат. Путь дивизии проходил через село Звенигородка. Вот там был самый настоящий ад. Узкие улицы подвергались обстрелу русских. Проехать было совершенно невозможно. Повсюду были разбросаны обломки орудий. Тут и там торчали разрушенные стены хат. И разрывы снарядов. Разрывы, разрывы, разрывы. Саперы пытались привести в порядок поврежденный мост, который нашей колонне предстояло миновать. Но огонь врага становился интенсивнее. Снаряды ложились все гуще. В воздухе свистели раскаленные осколки стали, крошившие людей на куски. Взрывающиеся грузовики, крики, призывы о помощи. Одним словом паника. Хаос. Продвижение застопорилось. Я со своей кухней пока что оставался целехинек и медленно, но упорно продвигался дальше, время от времени пережидая обстрел за чудом, сохранившийся стеной. Единственным спасением было продвигаться вперед. И только вперед. Не понимаю, как мне это удалось, но я все же сумел выбраться из этой деревни, которую снаряды едва ли не сравняли с землей. Мы выехали в поле. Повсюду, куда ни глянь, перепаханные поля, луга и грязь. Жуткая, промерзшая грязь. Не видно ни сги, на небе ни звездочки. Ледяной ветер, вскоре перешедший в снежный буран. По-прежнему гремели разрывы снарядов. Но я, ни о чем не думая, продвигался вперед. Можно без всякого преувеличения сказать, что все мы в ту ночь совершили экскурсию в преисподнюю. Небо постепенно светлело. В отдалении я различил небольшой подъем, а на нем, к своему ужасу, поджидавшие нас русские танки. Стало быть, нашей 3-й танковой дивизии не удалось прорвать кольцо окружения снаружи, в чем нас наперебой уверяли. Внезапно танки открыли по нам ужасающий огонь. Вокруг чистое поле, укрыться негде совершенно. И снова кошмарные сцены. Солдаты, побросав все, что мешало, бросились вперед. Бросили все, даже повозки с ранеными. Им наверняка было суждено оказаться под гусеницами русских танков. В этом бедламе каждый думал только о себе. Ни о какой взаимовыручке и речи не было. Когда я на своей повозке добрался до возвышенности, рядом со мной жутко грохнуло. А мою шедшую справа лошадку неведомая сила приподняла вверх и отшвырнула в сторону. В нас угодил танковый снаряд. Полевую кухню разбило всмятку. На мое счастье, я сидел на другой лошади. Та от испуга шарахнулась, но я успел все-таки соскочить на землю. Пробежав несколько метров, ткнулся лицом в снег и долго лежал, трясясь от ужаса и холода. В любую минуту можно было ожидать смертельного попадания. Я было подумал распрячуть целевшую лошадь и продолжить путь верхом, но земля вокруг вздымалась от разрывов. Нет, нельзя, подумал я, слишком велик риск. Поднявшись, я решил последовать примеру других солдат, спасавшихся от врага бегством. Повторяю, каждый тогда спасал только собственную шкуру. Субтитры создавал DimaTorzok